Поймали с поличными. В Балхаше задержан 34-летний мужчина, торговавший наркотиками. Замена водопровода продолжается. В городе обновляют систему водоснабжения. Синтетический наркотик. Итого 61 грамм. Возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия. Задержанный находится под стражей. Уголовное дело будет направлено в суд. Республиканская акция «Ваш участковый» стартовала в Балхаше. До 11 ноября участковые инспекторы полиции будут проводить предупредительно-разъяснительную работу в многоквартирных домах и жилых комплексах, торговых точках и организациях. Цель ОПМ – укрепление контакта с гражданами, повышение уровня их доверия к сотрудникам органов внутренних дел, а также профилактика правонарушений. В ходе мероприятия полицейские проверят рынки, арендные квартиры, неблагополучные семьи, места скопления населения, а особенно молодежи для пресечения фактов безнадзорности. Отдельное внимание уделяет лицам, состоящим на профилактическом учете в ГОВД. Наши сотрудники посещают многоквартирные жилые дома с 16.00 до 21.00. Данная работа проходит совместно с волонтерами. Волонтеры также усердно прилагают силы в вопросах предупреждения жителей города, то есть они заходят в магазины, государственные учреждения и частные организации с целью предостереть жителей от интернет-мошенничества. Но, несмотря на это, люди продолжают попадаться на уловки злоумышленников, что вызывает огромное сожаление. Вчера также был зарегистрирован один факт. Жителя обманули. Он отправил 700 тысяч тенге на покупку мобильного телефона модели iPhone 15 через OLX. Мы работаем над этим. Хочу предостеречь жителей и гостей города, чтобы они никому не доверяли. Мошенничество в интернете по-прежнему имеет место быть. Сотрудники банка сами на связь не выходят. Покупая что-то через OLX, колеса и другие сайты, не стоит заранее отправлять деньги онлайн, не увидев товар своими глазами. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Балхашском гуманитарно-техническом колледже имени Мусина состоялась лекция для студентов. О путях передачи ВИЧ-инфекции рассказала эпидемиолог СПИД-центра. Медики в очередной раз напоминают, что заболевание не передается при поцелуе, через общую посуду, объятия, при рукопожатии и прикосновениях, в душе и сауне, при укусе насекомых, а также при разговоре, кашле и чихании. К этой дате во всех организациях мы проводим профилактические мероприятия, информационно-образовательная работа, тренинги, лекции, встречи со студентами, с молодежью, со старшеклассниками, с рабочими коллективами. Эти мероприятия у нас не только в ноябре месяце, перед первым декабрем, в течение года проводятся. Пользуясь случаем, каждый житель города должен знать свой ВИЧ-статус. Вот другие медики же говорят, что ежегодно пройти медосмотр, в том числе в обязательном порядке флюорографию. Я также пользуюсь случаем, хочу сказать, что на ВИЧ-инфекцию, тоже как флюорография, пройти должны тестирования каждый житель города, чтобы свой статус знать. Это все проводится бесплатно. Улица Ленина, Абая, сейчас Абая 10, спеццентр с 8.30 до 4 вечера, кроме субботы и воскресенья. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем. Также были затронуты вопросы стигмы и дискриминации, связанные с ВИЧ. Все это существенно влияет на здоровье, жизнь и благополучие людей, живущих с этим заболеванием, отмечают медики. В ходе встречи студенты задавали интересующие их вопросы. Подрядная организация «Мелиоратор» проводит замену водопровода на пересечении улиц Язева и Рыскулова. В настоящее время к основному трубопроводу, диаметром 500 мм, снабжающему город питьевой водой, подключаются дополнительные 200- и 300-мм трубы. По словам подрядчиков, данные работы проводятся с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в будущем. Проводим трубоводоснабжение на другие адреса, чтобы не было давления и трубопровод не был перегружен. Потому что, если мы не снизим давление, мы не сможем сделать этот ремонт. Поэтому пришлось снизить его по всему городу. Трубопровод диаметром 500 мм. Один из основных трубопроводов, снабжающих город водой. 200- и 300-мм дополнительно будут подключены к другим трубам, расположенным рядом. К нему мы собираемся подключить трубы, расположенные по улице Уалиханово и Рыскулова. Все дома микрорайонов Сабитовой, Жидибай-Батыра и 64-го квартала относятся к трубопроводу по улице Рыскулова.